Мало что такой сотрудник ни больничный не возьмет, ни отгул не попросит. Он еще и беседу может с легкостью поддержать на любую тему. Робот-помощник изобретения пермских инженеров. Клиентов узнает в лицо. Любая работа с людьми, говорит его создатель, ему по его железному плечу. А начиналось все как обычный гаражный стартап. Первый рабочий прототип вообще был больше похож на холодильник. Сегодня проект выходит на европейский уровень. Мы активно внедряемся на рынок и делаем первых на рынке полностью автономных роботов-помощников. И на сегодняшний день таких работают по России 50 штук. От Краснодара до Якутска и до конца года у нас еще подписано 150 договоров. То есть это уникальный пример того, что то, что тебе нравится, можно легко коммерционализировать, стоит только захотеть. Инновационные разработки пермские инженеры представили в рамках первого фестиваля «Молодой инноватор». Фестиваль был интересен и маленьким пермякам. Для школьников провели мастер-классы. Показали не только, как создавать 3D-модели, но и продемонстрировали настоящие химические опыты. Превращали порошок в снег и даже замораживали предметы азотом. Мне очень понравилось. Нам показывали разные опыты. Нам показывали химию. Нам показывали работу с азотом. Мероприятие такого масштаба и формата мы проводим в первый раз. Но я вижу, что ребята довольны, им всем интересно. Мы считаем, что очень важно в настоящее время развивать инновационную изобретательскую деятельность, так как именно она является двигателем прогресса, двигателем нашей экономики, экономики нашего города и Российской Федерации в целом. Организаторы и активисты Молодежного совета при Пермской городской думе прочат фестивалю «Молодой инноватор. Большое будущее». Учитывая неподдельный интерес молодых посетителей мероприятия, стоит надеяться, что уже в самом ближайшем будущем кто-то из них тоже представит здесь свои разработки. Татьяна Александрова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта».